Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак, и мы продолжаем потихоньку, полигоньку захватывать мир Ревелон. И давайте посмотрим, что у нас за политическая ситуация на карте. В предыдущей серии я довольно-таки успешно отвоевал парочку островов для себя. И давайте теперь посмотрим, что по картам. Ничего интересного. Давайте здесь купим войска. Купим мы здесь джиггернаутов. Эта карта, этот островок, типично морская, поэтому здесь джиггернаут это идеальное, так сказать, чему не хватает. А, это когда мы будем строить. Ну ладно. Джиггернауты здесь идеальные войска, поэтому мы будем их строить. И давайте здесь... А, блин, что-то я туплю. Ну ладно, пока не будем тогда ничего строить. Рискнем завершить ход. Рискнем завершить ход. Ну давайте еще здесь, наверное, купим. Чтобы купить... Ну, парочку истребителей закажем. Одного. Ну ладно. Так. Ага. Как видите, моя тактика срабатывает. Я буду сейчас перехватывать все войска, которые он выставляет на вот эту точку. Надеюсь, что мне хватит войск. Два джиггернаута, два броненосца. Надеюсь, они пачку транспортников вынесут. Так, больше вроде никто на меня по-прежнему не нападает. Я рад. Я рад. Ну, я думаю, они справятся. А, нет, зря. Зря я так. Один броненосец потерял. Ну ладно. Приемлемо. Надо было все-таки назначить команды из командиров, чтобы не терять войска. Попросту. Надо понапрасну. И знаете, преимущество драконов войны, да, иди в хей. Так. Так. Ты че такой серьезный? Рассказывай. 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 Ты знаешь, все это ужасно. Но это кажется, что какие-то непосредственные правила будут распространены в том, что есть хорошая эллина девушка называемая Наркосим. Нет, конечно, нет. Но мы хотим избавиться от всех скандалов, даже если, в конце концов, что скандал не было больше всего, чем сландерная ложь. Чувак, ты только что возбудил мое подозрение в твоем отношении и отношении этих слугов. Я не буду у тебя ничего принимать. Я... А, блин. Я обязательно расследую, что за херня. Так. Я хочу с Проспирающей поговорить. Терпеть не могу аристократию и ни в коем случае не попущу аристократического беспредела. Так, ты ничего не скажешь. Ты ничего, давай. Продолжи. 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 Ну, эльфы меня возенавидят, но я не разрешу просто так убивать. Да-да-да-да, прекрати. Не называйте меня защитником. Геев, я просто защитник людей. Мне не нравится, что людей убивают просто потому, что кому-то так захотелось. Особенно аристократы. Так. Продолжаем. Давайте посмотрим, что по обилкам у нас. Возможно, я что-то куплю сейчас. Целительный ступ. Сердце дракона. Может быть, вот это вот купить? По идее, хорошая штука. Вместо саботажа поставить. Да? Еще здесь что-то было. Парни бой на огне. Давайте попробуем, по крайней мере, в одном ходу использовать эту штукенцию. И возвращаемся на глобальную мапу. Смотреть, что, почем, зачем, почему, как и где. Так. Этот товарищ у нас остался просто-напросто без поддержки своих морских войск. И мы будем его давить дальше. Пару броненосцев. Так. И транспортник. Давайте сделаем. Начнем готовиться к вторжению. К товарищу. Чтобы ему жизнь медом не казалась. Потому что его постоянные набеги на мою столицу меня раздражают. Ну, и тем более, у него просто-напросто нет больше поддержки. У него нет локаций. Вот. На этом, пожалуй, усе. Рискнем. Сохранимся. Главное, чтобы меня сейчас никто не отвлек от этой ситуации. И он высадил свой единственный транспортник против меня. И сюда наехали. Ну, вот это неприятно, да. Ну, я думаю, отобьемся. Больше вроде бы ничего. Погоди. Это что такое за новость? Ну, это совсем плохо. Так, давайте отступим пока. Я хочу посмотреть. Здесь понятно, чья будет победа. Вот это вот меня интересует. Ну, естественно, авторасчетчик скажет, дескать, что, типа, я проиграю. Да, конечно, конечно. Короче, это все коряло. До свидания. Так не должно быть. Он постоянно у меня отсюда наезжает, да? Наезжает. Так. Жаль, я вот так не могу сделать. Так, ну, а теперь... Теперь у нас только вот эта битва. И битва на море. Отлично. Он решил не нападать. Хорошо. Хорошо. Поехали. Да, блин, вот это вот меня совершенно не волнует. Что два транспортника в море столкнулись? Меня волнуют мои битвы. Здесь все не очень хорошо. У меня здесь нет джиггернаутов даже. Печалька. Это может плохо закончиться. Вот эту карту применим. И что еще? У меня нет, блин, карты войск. Вот что мне не нравится. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Давайте, наверное, где-то вот... Все-таки сыграем. Ситуация неприятная. А так я зато смогу... Куда быстрее... Начать строиться. Ум-м-м-м-м-м-м-м-м-м. сейчас будет столкновение жесткая хотя от него только солдаты и ракетчики может быть я еще и выживу сука захватывает сразу блин мины поставим пусть взрываются на них меня тут уничтожает просто пошли вон ублюдки 5 невидимки да как видите им это не помогает в основном невидимость это возможно возможно я поторопился в этом случае я предпочитаю перестраховаться так что мы можем 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 мы сделать вот это вот я получил что тут взрыв там а вы тут типа спрятались для типа вам это не поможет что и что 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 ну да с преимуществом в 500 рекрутов на старте я конечно всех накрыл просто без разговоров и потери у меня нулевые отлично оператор арестовал герцога эльфов по просьбе генерала это произвол конечно произвол нет они не угрожают нашему существованию фангберс 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 еще это за крестики окей фангберс 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 запрет фангберс 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 fonds Makes Очередной раз буду задумчиво размышлять, чтобы прикупить на этот раз. Давайте все-таки идти. А, не могу. Ладно, на следующем ходу куплю эти антибункерные бомбы. Дабы показать, кто тут главный. Да. Да, он теперь наверняка нацелился на вот это вот место, да? Опидеть. Намылился захватывать. Зараза я такая, блин, его надо вытеснять отсюда, он надоел. Но, блин, я все-таки собрался в первый раз, точнее, в первую руку уничтожить угрозу. Красного? Да. Это еще собака, что-то ко мне прется. Не напал бы. Ладно, это один транспортник. Думаю, я переживу. Так. Так, кто у него там? Охотник, разрушитель. Давайте сделаем. Так вот. Что он подофигел, я смотрю. Просто-напросто. Своими атаками на меня. Что у нас здесь? Кто у него? Танки. Танки есть? Давайте вот танки еще притормозим. Все, поехали. Наслаждайся, скотина. И этот все строится. Так. Напасть он не решился. Напасть он не решился. Напасть он не решился. Не решился он напасть. О, нифига себе. Зато здесь захватил гаденыша желтого. Он вытеснил вообще практически везде. И скоро, судя по всему, желтым он станет Хана. Скарлетт отправляется на секретное задание. Она жаждет крови. Население уменьшится на 5%. Ладно, ладно, ты что скажешь. Что с вами понятно. Возможно, это было не лучшее решение. Ну да ладно. Ты что-то разошлась. Ты смотри у меня, чтобы не было таких больше вещей. Это был единичный случай. Так. Я же хотел заказать... Это что ж такое у меня сегодня? Заказать себе антибункерную бомбу. Чтобы она себе не представляла. Так. Ну что. Возвращаемся к политике. Не к политике, а к войне. Мне нужно концентрировать войска здесь, на самом деле. Здесь уже три джиггернаута. Давайте сюда. Переместим хотя бы немного войск. И вот сюда, наверное, переправим джиггернаутов. Чтоб они прикрывали вот это вот местечко. Будущий мой плацдарм наступления. Окей. Сохраняемся. И поехали. Так. Ты, я смотрю, милитаризируешься, да? Быстрее можно? Так. На меня никто не нападает. Я счастлив. Я просто счастлив. Так, новости с фронта. Затишье перед бурей. Да, похоже на затишье перед бурей. Скажет получил новый уровень. Неплохо. Что мне тогда столько? Я слышу, что дядя Тринкиллору начинает исправить. Он в небе, который я понимаю. Но она, ну, не знаю, не знаю. Ну, не знаю. Очень, очень молодая. Мне кажется, что это немного странно. Дядя, ее родители должны играть с джиггернами, а не с мужиками. Нафиг его знают. Я же про импов вообще не знаю. Может, они там в три года уже взрослые и, короче, готовы рожать детей. А ее кто-нибудь спросил вообще, интересно? Так. Чего у тебя часы не идут на шляпе? Скажи мне. Что в баре творится? А. Я понял. Сейчас будут защищать, короче, права женщин. Женщин, с точки зрения запрета выдачи насильно замуж. Ну, давай. Командер, что произошло, что меня напоминает, чтобы искать твою беневоленцию. Однажды, молодая девушка сделана, чтобы употребляться в руках. Это такие хорридные рождества. Долго они были в моем стороне, и теперь один из твоих собственных поселителей, тот птичок Тринкиллор, который выгодит свою дочь, как она была красивая шляпка к каким-то декрепитным дюкам, потому что Альянс будет его финансово. Угу. Ты чё, дура? С большим самым Бриданом была рыжая гномиха. Ты чё, разошлась? Ну, я всё. Эта девушка, которая в твоей комнате, не остается спасения, но Тринкиллор не. Упредь эту беневоленцию, командир, прямо в этот инстант. Кстати, видите вариант разговора, типа, ты женила своих сыновей. Если я выберу, она скажет, типа, да это же были мужики, короче, их можно выдавать. Замуж. В смысле, женить. С одной стороны, да, это дипломатический инструмент, способ заключения выгодных браков, выгодных союзов. Ну вот, запретим. Да уж, Тринкиллор явно будет недоволен. Да и хер что. Так, ну ладно, давайте на этом, я думаю, завершим серию. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите ещё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!